Выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь состоятся 17 ноября. Сейчас же избирательная кампания в стадии проверки того пакета документов, которые до 7 октября должны были представить соискатели на кандидатские мандаты по результатам работы инициативных групп. Согласно данным Гродненской областной избирательной комиссии, всего в регионе 77 человек претендует на возможность побороться за места в Палате представителей. С 8 октября и по 17 октября включительно должна пройти регистрация кандидатов в депутаты. Этому будет предшествовать проверка документов, поступивших в комиссию, это и подписных листов, и протоколов собраний трудовых коллективов, правильность выдвижения от политических партий, потому что все три способа выдвижения кандидатов в депутаты на сегодняшний день мы имеем. К слову, проверка предстоит серьезная. С особым пристрастием комиссия изучает декларацию о доходах и достоверность подписей в случае, если выдвижение кандидатов происходило путем сбора подписей. В Гродненской области работает 13 окружных комиссий, 4 из них в Гродно, 669 участковых комиссий. Уже в ближайшие дни для них начнется фаза активной работы. В Гродненской областной избирательной комиссии рассказали, что социальный и профессиональный срез соискателей кандидатских мандатов очень разнообразный. Среди 77 человек есть представители разных профессий и сфер, здравоохранения, служащие, представители сельскохозяйственной отрасли, мужчины и женщины. И уже после регистрации всех соискателей в качестве кандидатов начнется этап агитации. Все они будут иметь возможность после проведения жеребьевки выступить на телевидении. Представляется эфирное время, выступят на радио, это будет в рабочие дни. Будет возможность бесплатно напечатать свою избирательную программу в средствах массовой информации. Выделены места, где можно проводить, у нас уже октябрь-ноябрь на дворе, собрания с избирателями в помещениях, пикеты проведения, встречи с избирателем по месту жительства. Ну и очень хотелось бы, чтобы кандидаты в депутаты, избиратели побаловали теледебатами, потому что такая возможность им представляется. Субтитры создавал DimaTorzok